Острогурск В связи с тем, что в Европе получила уже большую известность, вот та научная школа, которая существует в Воронеже по истории Великой Отечественной войны, в этих конференциях уже принимают участие ведущие военные историки 12 государств Европейского Союза и стран СНГ. Здесь у нас присутствуют представители Института военной истории Бундесфера, которые отражают точку зрения немецких историков, то есть в течение 33 лет этот институт выпустил десятитомную историю Второй мировой войны, то есть практически в нашей конференции принимает участие подполковник Фогель, военный историк номер один по Второй мировой войне. Генерал-майор Иоаннеску, начальник Института военной истории из Румынии, Бухарест, тоже военный историк номер один этого государства, такая же ситуация по Венгрии, 7 человек, 4 человека из Италии и из других государств. С учетом того факта, что данная конференция имеет отклик в Европе довольно-таки большой, было принято решение, что она пройдет в три этапа. Первый день состоялось пленарное заседание в городе Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Восемь генералов армии принимало участие в этой конференции, всего 450 человек, включая ветеранов, ученых, курсантов Академии. Только 46 генералов из Академии Генерального штаба очень многих стран мира в качестве гостей были приглашены. После этого, на второй день, на базе Воронежского государственного аграрного университета, 350 участников уже воронежских принимали участие в ней. Конференция посвящается 70-летию сражений на Воронежской земле в годы Великой Отечественной войны и 100-летию Воронежского государственного аграрного университета, который является одним из соучредителей данной конференции и в Воронеже проводил пленарные заседания. Вчера состоялся прием в правительстве Воронежской области, председателя организационного комитета, первый заместитель главы правительства Попов Владимир Борисович, принимал все иностранные делегации, представители Министерства обороны. С основным докладом на Поклонной горе и в Воронеже выступал генерал армии Моисеев, он является депутатом Государственной думы, член коллегии Министерства обороны и возглавляет Всероссийскую организацию ветеранов вооруженных сил. Входит в Народный фронт и проделал очень большую работу для того, чтобы эта конференция состоялась. Сегодня третий день работы конференции, все иностранные делегации, московские гости в Воронеже посещают места боев, но на Дону. То есть после возложения венков на мемориале славы Воронежа на Московском проспекте, состоялось посещение Хохольского района, Острогорского района и Рассашанского района. Значит, очень интересные доклады подготовлены. Итальянский профессор Скалья из университета Трента представил доклад о развитии неофашизма в Западной Европе. То есть анализ делает по четырем странам – Италия, Германия, Греция – и дает современные оценки этим процессам. Профессор Скатони, тоже из Трента, подготовил доклад об итальянских лагерях для советских военнопленных в России. Это вообще неизвестная никому тема, что это были за лагеря, чем они отличались от немецких, как они функционировали. И все. Отдельно университет Лас-Апьенца, Римский университет, о котором я говорил, представил доклад о хорватских легионерах, которые воевали здесь летом 1942 года на Дону. То есть хорватский легион составил 8-й итальянской армии. Ну и целый ряд других докладов, которые впервые вообще прозвучали. На Поклонной горе – это очень символично. После основного доклада генерала армии Моисеева было предоставлено слово мне для выступления с докладом на тему «О вкладе воронежцев в победу в Великой Отечественной войне». Таким образом, Москва и Поклонная гора признают, что Воронеж, как город воинской славы, занимает достойное место в летописи, военной летописи нашего государства. Две такие международные конференции уже проходили в Воронеже в 2005 и 2008 году. В этот раз впервые в Воронеж приезжали представители Великобритании, страны, входившей в состав антигитлеровской коалиции. Подготовкой и организацией этой трехдневной научной конференции занимались правительство Воронежской области, научно-исследовательский институт военной истории, Академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве и Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил.